Всем привет! Сегодня рассмотрим последний период развития культуры Древнего Рима, Императорский Рим. Сделаю две части, чтобы не перегружать информацией. В этой части узнаем о новых форумах, храмах и базиликах. Во II-I веке страна переживала внутренний кризис. Гражданские войны и внутриполитический кризис завершились диктатурой Юлия Цезаря. Позднее Цезарь был убит, и если не вдаваться в подробности, в 27 году до н.э. правителем Рима стал родственник Цезаря Октавиан Август. В течение следующих четырех десятилетий Октавиан превращал разрушенную республиканскую систему власти в имперскую автократию. Автократия – это форма государственного правления с неограниченным, бесконтрольным полновластием, где высшая государственная власть принадлежит одному или нескольким лицам. Римская империя вела постоянные завоевательные войны и достигла вершины своего могущества. Ранний период империи характеризовался укреплением абсолютной императорской власти, которая вначале маскировалась сохранением некоторых внешних республиканских форм и обычаев. Архитектура приобрела больший пространственный размах сооружений, соответствующий возросшему значению государства. Развивались сформировавшиеся при республике типы сооружений – базилика, театры, цирки, акведуки, мосты и форумы. Отработанные приемы строительства позволяли возводить постройки в кратчайшие сроки. Звоевав новые территории, римляне проводили туда дороги и строили свойственные римскому образу жизни сооружения. На все эти постройки тратились огромные деньги. В те времена монументальные сооружения служили памятником, прославляющим императора. Со временем из-за прироста населения старый форум стал слишком перегруженным, и в Риме появились четыре постройки, созданные по велению императоров – форум Цезаря, Августа, Трояна и Нервы. В 54 году до н.э. Юлий Цезарь захотел дополнить римский форум своим собственным. Но, как мы знаем, потом его убили и работы не были закончены. С северо-западной стороны форума располагался храм Венеры. Он был выстроен из мрамора. Достоверных свидетельств о том, как выглядел храм, нет. Пространство вокруг храма было заполнено статуями. С трех сторон форум окружал двойной портик, поднятый над площадью на три ступени. Вся территория была покрыта мраморными плитами. Работы по завершению комплекса выполнялись уже при императоре Августе. Во II веке при императоре Трояне форум полностью перестроили, а после пожара в 283 году при Диоклетиане отстроили заново. Сейчас от форума Цезаря остались развалины. Сохранилось несколько колонн и остатки древнего святилища. Форум Августа был построен во II году до н.э. Его строительство ознаменовало победу Августа над убийцами Цезаря. Октавиан Август решил отныне использовать для строительства не кирпич, а мрамор. С трех сторон форума были огромные стены. За ними находился неблагоприятный район Субура, где нередкими были пожары. Центральное место на форуме занимал храм Марса Мстителя, так как Октавиан под покровительством бога войны отомстил за гибель Юлия Цезаря. Здание стало местом, где принимались важные государственные и военные решения, и было недоступно для простых людей. Храм Марса представлял собой прямоугольное сооружение с фронтоном из белого каражского мрамора. С трех сторон был окружен колоннадой, с восемью колоннами Каринского ордера по фасаду и портиками из цветного мрамора по бокам. Высота колонн составляла около 17 метров. К входу в целу вела высокая лестница. В середине лестницы находился алтарь, по обеим сторонам которого имелись небольшие фонтаны. Сейчас от храма остались ступени, несколько колонн и стена. Самым последним форумом был форум Трояна. Его начали возводить в 106 году. Поводом к строительству стал завершившийся победоносный поход в Дакию. Большая триумфальная арка служила входом в квадратный двор. С боков он был обрамлен колоннадами, позади которых находились полукруглые экседры. Экседра – это полукруглая глубокая ниша, обычно завершаемая полукуполом. Вдоль дальней от входа стороны двора стояла базилика Ульпия. Там заседал суд, чиновники принимали посетителей, заключались важные торговые сделки. Немного левее находился храм в честь Трояна, возведенный уже после его смерти. Далее следовали две библиотеки, между которыми установили колонну Трояна. Высота колонны составляет 38 метров, диаметр равен 4 метрам. На высоком квадратном постаменте стояла колонна. Борельефы на стволе колонны. 190-метровой лентой 23 раза огибают колонну, повествуя о двух военных походах Трояна против даков. Над Капителью высокий круглый постамент, на котором стояла статуя Трояна. Внутри колонны находится винтообразная лестница, длиной в 186 ступеней, ведущая на смотровую площадку. С юго-восточной стороны педестала расположена дверь, которая ведет в усыпальницу римского императора и его супруги. Также на территории форума был рынок. Там были различные лавки с выходом на улицу, которые назывались витринами. В пятиэтажном здании размещались маленькие магазины. Это были практически первые торговые центры. До сегодняшнего дня сохранился частично рынок и колонна Трояна. В эпоху Римской империи расширился пантеон богов, признаваемых официальной религией. В него были включены культы египетских, малоазийских, иранских и сирийских богов. Пантеон, или храм всех богов, занимает особое место в древнеримском зодчестве. Он хорошо сохранился до наших дней. По одной из версий, в храме пантеон были представлены все главные божества древних римлян. Храм представляет собой огромную ротонду, накрытую полусферическим куполом диаметром 45 метров. За римским храмом до сих пор закреплен рекорд самого монументального в мире неармированного купола из бетона. По центру купола есть отверстие диаметром 9 метров. Через него внутрь храма попадает воздух и свет. На случай дождя предусмотрены стоки в полу и небольшой наклон пола. За счет декоративных углублений внутри купола масса свода снижалась. К центру толщина купола уменьшалась благодаря использованию бетона в сочетании с туфом и пемзой. Кроме того, эти материалы препятствовали образованию микротрещин. Вход в храм подчеркивает портик из 16 коринфских колонн. Возможно, фронтон портика украшала скульптура. Расположение отверстий, в которые установлены крепления для статуи, позволяют судить о ее внешнем облике. Предположительно, скульптура представляла собой имперского орла с лентами, которые тянулись к углам фронтона. Внутри ротонды находятся семь ниш, которые первоначально служили для поклонения божествам, связанным с культом планет. Пространство визуально делится на три яруса, плавно сужаясь к верхнему. Кроме отверстия в куполе, окон нет. В 609 году храм всех богов был освящен как христианская церковь Святой Марии и мучеников. Сегодня пантеон – это действующая церковь. На территории Римского форума находилось несколько базилик, построенных в разное время. В 308 году у священной дороги начали строить базилику Максенция и Константина. Строительство началось при императоре Максенции, а заканчивалось при его брате Константине, который внес изменения в изначальный план. Базилику Максенция строили по подобию терм Каракалы и Диоклетиана. Изначально цвет здания был белым. По проекту общая площадь основного пространства базилики превосходила 4000 квадратных метров. Базилика была выполнена из бетона и кирпича, а свод поддерживали 14-метровые колонны, выполненные из порфирского мрамора. Ко входу в базилику ввела большая лестница. Вся базилика поделена на три нефа – средней высотой 35 метров и два боковых высотой 24 метра. Свет обеспечивали окна в верхней части стен и боковых нефах. Стены и полы украшены цветными мраморными плитами. Интерьер базилики завершает апсида в виде полукруга. Здесь поместили сидящую скульптуру Максенция. Константин, став императором, достроил еще одну апсиду, предназначенную для слушания судебных дел. Здесь установили статую Константина, переделанную из статуи Максенция. Средний неф был перекрыт тремя крестовыми сводами, которые поднимались над полом, выложенным каменными плитами, на 36 метров. Боковые нефы были перекрыты цилиндрическими сводами. Цилиндрические своды поддерживались на опорных столбах. Контрфорсы, которые выступали над кровлей боковых нефов, принимали на себя горизонтальный распор более высоких сводов среднего нефа. Это позволило в боковых стенах сделать большие окна. Для покрытия бетонных сводов использовался золоченный стуко. Это искусственный мрамор, материал для отделки стен, архитектурных деталей и скульптурного декора. Землетрясение 847 года уничтожило своды двух нефов. Далее эту базилику никто не реставрировал. На этом пока прервемся, подписывайтесь на канал, чтобы увидеть продолжение видео и не забудьте про лайки.